Ну и теперь давайте, друзья, я расскажу о конкретном кейсе Power BI Aoi DAX Studio, который мне очень помог в жизни и уже даже не один раз помог, я могу рекомендовать другим участникам. В общем, в чем смысл? Смысл в том, что в Power Query частенько бывает ситуация, когда у нас запросы обрабатываются длительное время, то есть многие знают о том, что Power Query штука достаточно ресурсоемкая и если мы там какие-то очень сложные вычисления производим, если у нас много шагов обработки данных, добавляем что-то с этими данными, то у нас эти запросы очень подолгу могут выполняться. И вот, например, в своем курсе Power BI я учил студентов о том, каким образом можно объединять данные из папочки с файлами и потом как с этими данными работать. есть у меня здесь запросы, которые содержат себе большое количество строчек и дальше там с этими запросами мы еще какие-то операции обработки данных производим. И у меня студенты на разных компьютерах работают и они там свои операции обработки данных производят. и частая проблема возникает у них с производительностью, когда конкретный запрос выполняется очень-очень много времени и каждый раз там при добавлении каких-то новых данных приходится эти запросы там подолгу пересчитывать. При помощи DAX Studio можно однажды загруженный запрос в модель данных выгрузить в плоском виде в текстовый файлик. И далее уже этот один текстовый файлик после загружать напрямую в Power Query для того, чтобы с ним какие-то дальнейшие действия производить. То есть вот у нас с вами есть один запрос, который объединяет содержимое вот этих вот шести CSV файликов в суммарном количестве. Здесь получается, насколько я помню, там порядка ста десяти тысяч строчек. Для этого я сейчас подсчитаю количество строчек для того, чтобы вам показать количество строчек в данном запросе. То есть вот в уголке экрана вы видите то, что здесь у нас, ну как раз вот сейчас мы наблюдаем, как там продолжительное время у нас обрабатывается запрос и это еще не предел, он еще гораздо больше может по времени выполняться. Так вот, сто семнадцать тысяч строчек у нас есть в этих шести файликах лежат и есть еще какие-то операции дополнительные, где мы там рассчитываем количество ключевых слов, где мы рассчитываем там, не знаю, различные признаки, типа наличие кавычек и прочее разное в Power Query. И потом все это очень долго у нас обновляется. Но если у нас данные загружены в модель данных, то есть однажды они просчитались, мы можем подключиться к этой модели данных из DAX Studio. Я открываю сейчас DAX Studio, подключаюсь к конкретной модели данных и здесь я могу уже длинную табличку взять и выгрузить. Но вот сейчас она у меня в модель данных не загружена, но смысл здесь остается простой, то что я могу написать здесь Evaluate, далее я могу указать конкретную табличку Phresistat и далее я могу в кнопочке Output выбрать, куда я хочу, чтобы у меня результат вот этого запроса отдался. По умолчанию стоит Output в Grid, то есть вот в эту табличку, которая находится в правом нижнем углу экрана. Но также здесь еще есть и другой вариант В файл. То есть я могу выбрать, что я могу выгрузить данные из модели данных, таблицу полностью в отдельный файлик. Нажать на кнопочку Run и у меня появится вот такое диалоговое окошко, в котором меня спросят, в какую папочку я хочу выгрузить файлик и как я хочу этот файлик поименовать. DataModel. Так, я обзову этот файлик и нажму на кнопочку Save. Вуаля! У меня за одну секунду выгрузился текстовый файлик, который я вам сейчас покажу. Еще не выгрузился, Макс. Прошу прощения, Макс, ты прав. Слева внизу он как раз пишет, какое количество строчек у меня сейчас выгружено на текущий момент времени. Они выгружаются. Поскольку у меня сейчас в компьютере запущены виртуальные системы, у меня идет запись этого видео, у меня еще загружается в интернет запись предыдущей нашей части этого видео, мой компьютер достаточно нагружен, поэтому обработка идет медленно. В обычной жизни при наличии свободных ресурсов у меня эта операция проходит значительно быстрее. Но это, наверное, и не так важно. То есть, однажды выгрузить данные, которые лежат в модели данных, это вполне терпимо. Можно это потерпеть для того, чтобы потом этот текстовый файлик уже быстренько получать внутрь Power Query для того, чтобы с ним какие-то дополнительные вычисления производить. Итак, вот сейчас у меня прошла операция до конца. У меня появилась новая строчка в логе, в output. И я могу показать вам содержимое этого файлика из 126 мегабайт, который у меня выгрузился. Поверьте то, что в нем внутри лежит в предпросмотре. Вот эта штука у меня тоже сейчас компьютер может подвесить. Рисковая операция. Но, в принципе, вы видите, что у нас выгрузилась табличка ровно в том виде, как она загружена в модель данных. Притом, есть здесь особенность то, что в заголовках столбцов у нас пробелы заменены на значок вот этой черточки, типа амперсанта. Но я думаю, что это не амперсанта, это какая-то другая черточка. Но, то есть, у нас в выгруженном файлике столбцы будут называться не так, как они называются в табличке. У них пробелы будут заменены на эту черточку. Но, в целом, с этим жить можно. У меня где-то была написана функция, которая автоматически в таких файликах эти черточки заменяет на пробелы. И я думаю, что вы можете сделать то же самое. И второй момент, то есть, типовой кейс, это у нас есть какая-то большая табличка в модели данных, с которой нам нужно какие-то дальнейшие действия производить, и которая нам нужна уже в фиксированном виде. И вот, чтобы нам ее выгрузить, нам поможет только DAX Studio. Другие способы нам никак не помогут. Но, вообще, как бы, есть альтернативный способ внутри Power BI, есть возможность нажать на кнопочку скопировать текущую табличку в буфер обмена. Для этого мы щелкаем правой кнопочкой на табличке, и здесь у нас есть пункт Copy Table. Но, поверьте, я вам очень не рекомендую выгружать таблички с 150 тысяч строчек в буфер. Я вообще это делал. Я наблюдал, какой компьютер долго висит, как он потом долго отвисает, как он потом долго вставляет эти данные в Excel. Для маленьких табличек это подходит, но для больших табличек DAX Studio гораздо лучше подходит. И еще, как бы, где я в жизни это часто использую, это при выгрузке больших табличек из различных API. То есть, вы знаете, что при выполнении API Power Query обращается куда-то в интернет, делает запросы, еще их делает и постранично. А API работает в разных системах очень по-разному. И, ну, там даже в Google Analytics API не самый быстрый в жизни. И там для того, чтобы выгрузить, например, 100 тысяч строчек, нужно подождать, например, 3 минуты. Для того, чтобы выгрузить миллион строчек, нужно подождать 30 минут. В то время, как однажды выгружены данные, нам нет необходимости снова и снова выгружать из API. Но в Power BI пока инкрементального обновления не выдумали, хотя я очень надеюсь, что когда-нибудь это появится. И нам для того, чтобы с такими длинными выгруженными однажды данными все-таки работать, мы можем их сохранять в текстовые файлики. А далее мы можем просто уже руками задавать какие-то обновленные промежутки по времени и выгружать только новые таблички. И, например, объединять их при помощи функции Union в DAX, для того, чтобы компоновать, для того, чтобы удобно с ними работать. Ну, вот такие кейсы применения у меня есть, Максим. Спасибо большое. Спасибо огромное, Максим. На самом деле, это действительно супер полезный трюк. Но я даже не сказал бы трюк, да, супер полезная возможность программы DAX Studio. Это выгрузка данных в наружные файлы. По отношению к остальному функционалу, который у нас есть в Power BI, это наиболее полный, да. Вот я действительно тоже хотел сказать, что, ребята, это наиболее полная выгрузка будет. То есть, в принципе, выгружает все данные, которые есть в модели данных. Все данные под тем запросом, которые вы создадите. Максим создал запрос на одну таблицу, да. А если вы создадите более узкий, фильтрованный запрос, не все столбцы, например, или еще что-то, точно также можно выгружать в наружные файлы. Каждый раз перед запуском будет спрашивать, куда выгружать. Вы создаете новый файлик и выгружаете туда нужный вам фрагмент данных для того, чтобы либо работать с ним в дальнейшем в виде инкрементной загрузки, либо для каких-то других своих целей просто сохранить их и так далее. Вообще, это супер полезная вещь. Итак, в общем, общий интерфейс и общее применение DAG Studio при связке с Power BI мы разобрали, но на самом деле DAG Studio умеет работать также и с Excel. Это очень здорово. Сейчас об этом отдельно расскажу. В этой части рассказываем о надстройке DAG Studio для Excel. Эта надстройка устанавливается одновременно с установкой программы DAG Studio, но работает она только в Excel 2013 или 2016. В Excel 2010 она, к сожалению, не работает там, потому что немножко другая модель данных. После установки настройка появляется на вкладке «Надстройки», как ни странно. И вот она у меня здесь видна на экране. Что нужно для того, чтобы эта надстройка работала? Ну, во-первых, в вашем файле должна быть модель данных. У меня модель данных в этом файле есть. Она очень простая. Здесь мы видим менеджеров и продажи. Менеджеры связаны с продажами. В общем, очень простенькая модель данных, которую мы и будем анализировать при помощи надстройки. Запускаем настройку. Появляется такое же окошко, как и при запуске обычной программы DAG Studio. И вот теперь, когда появляется окошко Connect, здесь мы видим, что программа предлагает нам подключиться к модели PowerPivot и указывает имя файла. Вот, честно говоря, вот здесь расширена опция я не использовал. Ну, в принципе, это и не нужно при подключении к модели данных в Excel. Нажимаем Connect. И вот слева мы видим, собственно говоря, нашу модель данных. Здесь мы видим наши таблички. В общем, все как и при подключении к модели Power BI. Какие основные отличия есть при подключении к Excel? Ну, во-первых, набор функций. Он может отличаться от тех функций, которые нам доступны в Power BI. Power BI всегда немножко убегает вперед. И даже в Excel 2016 набор функций немножко меньше, чем в Power BI. Вот здесь мы видим эти функции. Они, в принципе, стандартный набор функций DAX. Если мы попытаемся сейчас найти функцию, например, in, да, то мы ее здесь не увидим. Также мы не увидим функцию treat as. Ну, тем не менее, мы можем работать точно так же, как и при подключении к Power BI, используя все те же самые команды. Основная команда, как мы помним, это evaluate. Ну, например, мы можем сделать команду evaluate managers. Нажимаем кнопочку run. И, собственно говоря, видим здесь нашу замечательную табличку. Еще один очень полезный инструмент, о котором я хотел рассказать сегодня. Это программа, которая использует схоже с DAX Studio функционал. И даже, в принципе, может вызывать сама по себе DAX Studio. Точнее, это не программа, а надстройка для Excel. Называется она PP Utilities. Скачать ее можно на сайте SQLB. Это сайт двух известных итальянских гуру DAX, Альберто Феррари и Марко Руссо. В принципе, здесь в разделе Tools можно найти ссылочку на Power Pivot Utilities. И описание, и, собственно говоря, ссылочку на то, чтобы ее скачать. После установки этой программы в соответствии с инструкцией, она становится доступна в Excel как вкладка на панели инструментов. И мы можем видеть здесь очень любопытные кнопочки. Значит, попробую я о них рассказать поподробнее и рассказать, почему это очень крутая надстройка, которую нужно иметь всем, кто работает с Power Pivot в Excel. Эта настройка позволяет, например, из модели данных вставлять сводные таблицы прямо, собственно говоря, из основного окна Excel. Если мы придем в раздел Power Pivot, мы здесь не видим кнопочки вставить сводную таблицу. Либо мы вставляем сводную таблицу отсюда и там указываем, что мы хотим создать сводную таблицу с модели данных и так далее и так далее. Либо мы просто идем в окошко PP Utilities, нажимаем кнопочку Insert Pivot Table. Все. Вот. Точно так же мы можем нажать кнопочку Insert Pivot Chart. Нажимаем кнопочку Insert Pivot Chart. Пожалуйста, вот у нас отдельно стоящая сводная диаграмма. Но это такие бантики, скажем так, подумаешь, таким образом вставляли или другим вставлять. Я хочу рассказать о том функционале анализа именно модели данных, которые есть в этой надстройке. Во-первых, есть кнопочки, которые, собственно говоря, и позволяют нам оценивать размер модели данных, оценивать то, как эта модель работает и самое главное документировать ее. Если в Power BI это еще достаточно удобно и можно делать при помощи всевозможных хитрых средств, то в Excel это достаточно сложно. Например, кто с разбегу скажет, как быстро посмотреть, какие меры и их формулы существуют в вашей модели Power Pivot. Ну, с разбегу никак. То есть нужно пойти в окно управления Power Pivot либо в окошко Power Pivot. Здесь нажать меры управления мерами. Дальше найти конкретную меру, нажать кнопочку изменить. Только тогда мы увидим ее формулу. Ну, не самый лучший способ. Мы идем в окошечко PP Utilities. Нажимаем кнопочку List Measures. То есть вывести список мер. Вот эта кнопочка. И программа создаст нам отдельный лист. Прошу прощения. Программа создаст нам отдельный лист, на котором будут выведены все существующие в нашей модели данных меры. В данном случае у меня модели данных только одна мера. Но если их будет много, я вас уверяю, это очень полезная функция. То есть мы здесь увидим сразу все меры. Мы можем их отформатировать при помощи пресловутого DAX форматора. Просто нажимаем нужную меру. Или все меры, или весь столбец таблицы. Нажимаем формат DAX expressions. Немножко ждем. После чего наши меры приобретают красивый, благородный вид. Мы их можем запоминать, сохранять в таком виде. И здесь сразу появляется ссылочка на DAX форматор. Но желающие могут ее удалить, чтобы она вам не мешала. Еще одна полезная кнопка – это просмотр вычисляемых столбцов. То есть функции, используемые для расчета вычисляемых столбцов. Очень полезная функция, которая добраться в Power BI достаточно сложно. Здесь, благодаря создателям этой надстройки, мы можем достаточно быстро и элегантно получить формулы вычисляемых столбцов. Я сейчас очень быстро создам такой вычисляемый столбец. В моей модели данных есть табличка «Территория». Я создам вычисляемый столбец, который просто будет создавать мне формулу равно… Это неважно что. Это просто какая-то формула, которая была использована для создания вычисляемых столбцов. Вот ее внешний вид. Если у нас в нашей модели данных много вычисляемых столбцов, они находятся в разных таблицах и так далее, нам достаточно тяжело будет за ними всеми уследить, запомнить, где что, как что, на что ссылается. Поэтому мы идем, собственно, обратно на вкладку «PP utilities». Нажимаем кнопочку «List Calculated columns» и она создает нам новый лист под названием «Calculated columns», где выводят данные в какой табличке, как называется вычисляемый столбец, какое выражение DAX используется для его расчета. Это очень удобно. На самом деле, тем более, если мы не ленимся и выводим, например, в мерах описание при создании мер в PowerPivot, мы вводим описание в окошке создания меры, то дальше мы можем получить вот такой вот список мер, например, с описаниями. Но, к сожалению, для вычисляемых столбцов, если мне память не изменяет, описание не так-то просто создать. Но, тем не менее, неважно. Что еще может эта надстройка? Она может показать нам список неиспользуемых столбцов, то есть тех столбцов, которые есть в нашей модели данных, но которые никаким образом не используются в ней. То есть, фактически, это лишние данные, на них не ссылается ни одна мера, они не используются в расчете других вычисляемых столбцов. В конце концов, они не используются в диаграммах и так далее и тому подобное. Они используются в сводных таблицах в виде фильтров или в виде строк столбцов и так далее. Мы нажимаем кнопочку «Вывести неиспользуемые столбцы». Программа немного подумает, обращаясь к модели данных, и выводит нам неиспользуемые столбцы. То есть, это, в принципе, список всех таблиц, которые есть в нашей модели данных. Столбцов в этих таблицах. Используется ли этот столбец в сводной таблице? Вот, например, столбец «Календарный год» используется в сводной таблице. Значит, в результате он используется. Используется ли этот столбец в сводных диаграммах, в срезах, в связях между другими таблицами, в мерах, в формулах кубов, в вычисляемых столбцах, как сортировка, как элементы иерархии. И если нет, то фактически мы можем считать, что этот столбец лишний нашей модели данных. Это очень полезно для оптимизации размера данных. Например, мы вытащили откуда-то кучу информации, дальше посчитали какие-то меры, посчитали визуализации, посчитали сводные таблички и так далее и тому подобное. Вот, и после чего мы можем провести анализ и сказать, слушайте, а зачем мы вытаскивали еще вот эти, вот эти, вот эти данные. Ну, например, как вот в данной модели данных, там, семейный статус или какой-то показатель того, что наш клиент является владельцем дома. Если мы его не используем в нашей аналитической модели, мы можем спокойно эти данные убирать. Вот, и, допустим, мы можем посмотреть, сколько же у нас неиспользованных столбцов. Галки-палки их 62 и 74. Вот, это всего лишь при вот такой достаточно простой модели данных. Ну, кроме того, что у тебя модель данных синтетическая достаточно. Да, там синтетическая модель данных, которая была использована из примера из книги Learn to Write DAX, который идет, так сказать, так называемый Component Content. Это небольшая синтетическая модель данных, база о неких продажах, неких товаров, неким кастомерам. Если бы я использовал здесь эту модель данных на полную, конечно, здесь бы были сотни мер, да, и может быть очень мало вычисляемых столбцов. Но, тем не менее, какие-то столбцы все равно остались бы, наверное, неиспользуемыми. Редко, когда мы с самого начала очень четко попадаем. И очень важная функция, которая есть в надстройке PPUtilities, это кнопочка Model Memory Usage. Эта кнопочка позволяет нам оценить размер нашей модели данных. То, о чем мы пытались поговорить в Power BI, там это сделать сложнее. Понять, что, какая столбец какой-то таблицы, какая таблица в целом занимает, сколько места и как это влияет. В Excel это все очень просто. При помощи одной кнопочки нажимаем ее. Получаем вот такую табличку, которая содержит в себе полностью описание таблицы. Какой столбец, какой тип данных она возвращает и размер этого столбца в килобайтах в памяти, которую он занимает. Мы видим, что две таблички Sales и Customers занимают примерно одинаковый размер по полтора мегабайта в памяти. Таблица Product занимает чуть больше, а в календаре территория занимает совсем небольшие размеры. Давайте посмотрим, насколько небольшие. Собственно говоря, вот такие небольшие размеры. 50 килобайт и так далее. Таблица Территория также занимает очень небольшой объем памяти, потому что у нее всего 11 строчек. 11. Что-то может занимать. Таблица продуктов занимает уже гораздо больше. А вот таблица Customers и Sales занимает большой объем памяти благодаря столбцам с очень большим количеством уникальных значений. Это Sales Order Number и это имя и адрес и номер телефона кастомеров. Это то, что плохо жмется, когда много уникальных данных. Все остальное жмется очень хорошо, потому что много повторений. И, собственно говоря, это нам позволяет экономить размер данных. Вот такая очень полезная утилита. Также позволяет вызвать у себя DAG Studio. То есть мы можем прямо из файла, не переходя на эту кнопочку настройки, мы вообще, в принципе, можем отключить эту вкладку настройки. Мы можем прямо отсюда нажимать DAG Studio. И DAG Studio у нас запустится, подключенный напрямую к этому файлу. Здесь есть еще очень много приятных вещей. Таких, как это то, что PowerPivot Utilities добавляет много интересных функций в сводные таблицы. Смотрите, я нажал правой кнопкой на сводные таблицы и я вижу здесь некоторый быстрый функционал, который они добавили. Это вывод таблицы в табличном виде без подытогов. Иногда это бывает удобно. Я достаточно часто этим пользуюсь. То есть быстро убрать все подытоги в таблице. Это формат числовых столбцов. Количество десятичных знаков после запятой. То есть вместо того, чтобы лезть сразу куда-то в настройки конкретного поля глубоко, это все можно делать через клик правой кнопкой мыши. Добавление всевозможных дейтабаров и так далее. Показ связанных срезов, то есть показ срезов связанных с данным полем и так далее и тому подобное. Вот такая полезная на самом деле утилита. Я всем ее рекомендую тем, кто пользуется PowerPivot в Excel. Всем ее очень рекомендую. Это прекрасное дополнение к DAX Studio, которое позволяет, давайте я вам напомню. Она позволяет документировать ваши меры, позволяет документировать формулы вычисляемых столбцов так, чтобы можно было их хранить отдельно, переносить спокойно из модели в модель, оценивать визуально их рядышком на повторы и так далее и тому подобное. Также позволяет оптимизировать вашу работу с памятью, то есть определить неиспользуемые в модели столбцы, определить неиспользуемые в модели какие-то данные, удалить их и форматировать удобно и приятно форматировать сводные таблицы при помощи дополнительных встроенных опций в меню по правой кнопке мыши. Вот. Это очень полезно. Я вам всем рекомендую эту программу. Все. Макс, а ты не в курсе, вот из Excel при помощи там некоторых хаков, при помощи макросов можно уже подключаться к модели данных в Power BI? Если подключиться к модели данных в Power BI при помощи Excel, эта настройка не будет работать? Она просто такой клевый функционал дает? Если мы подключаемся, то есть смотри, есть на самом деле несколько постов, несколько авторов, которые писали о возможности подключения к Power BI из Excel. Да, то есть чтобы мы из Excel могли видеть модель данных Power BI. Ну, здесь важный момент, что должен быть одновременно запущен один экземпляр там файла Power BI. Мы открываем Excel, подключаемся при помощи хитрой схемы к Power BI и видим там эту модель данных. Мы ее видим. Это одна история. Есть вторая история, когда мы используем функционал анализировать в Excel. Да, анализировать в Excel, который доступен нам через сервис Power BI. Вот. Если ты говоришь о нем или ты говоришь о... Я говорю о первом случае с макросами из Hacken. Первом случае с макросами из Hacken. Да, там есть. Об этом можно почитать и у Инки Фельдмана, и еще у некоторых блогеров. Я честно скажу, я не проверял, но если в процессе этого хака происходит копирование и воссоздание этой модели данных таким образом, чтобы она могла быть заметна со стороны, да, для той же DAX Studio. Честно говоря, не знаю, детально не разбирался, но я думаю, что... Шанс есть. Да, шанс есть. Шанс есть. Окей. Поэтому либо так, либо использовать DAX Studio для анализа потребления данных в Power BI. Но для этого придется немножко поизучать DMV для того, чтобы разобраться, что это такое, с чем это едят и какие данные интересные о своей модели можно вытаскивать. Супер. Очень интересно. Пожалуйста. Спасибо, Макс. Итак, друзья, вот подошел к концу наш второй выпуск, который у нас будет поименован версиями 4 и 5, наверное. Мы потом с нумерацией в перспективе разберемся, но пока так что так. Этот выпуск, между прочим, занял у нас на одну только запись 3,5 часа. 3,5 часа на двоих людей это типа 7 часов времени, потом это еще займет определенное количество времени на монтаж, потом это займет определенное количество времени на выкладку. Короче, такая достаточно трудоемкая операция. Но мы с Максом очень надеемся, что все это не зря и то, что все это будет вам полезно. Собственно, для вас мы и стараемся. Ну, хотя, на самом деле, я когда рассказываю, у меня очень многое в голове структурируется. Макс, у тебя происходит? Аналогично. Аналогично. Совершенно точно. То есть, сам усваиваешь лучше, да. Ну, тем не менее, в общем, в любом случае, мы это все делаем не для себя, друзья, а для вас. И надеемся, что вам понравилось. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Пока. Физкульт, привет. Пока-пока.